В стране хотят упростить выдачу вида на жительство гражданам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, у которых есть белорусские корни. Сейчас МВД прорабатывает вопрос сокращения срока административной процедуры до одного месяца. С начала ведения без визы наше государство посетили свыше 164 тысяч иностранцев. Резидент ПВТ запустил в Беларуси новый цифровой платежный сервис XPay. Он может быть использован бизнесом и банками, а также в сферах торговли, страхования, медицины и туризма. По своему функционалу XPay не уступает зарубежным аналогам. Можно самостоятельно редактировать интерфейс, подключать услуги, управлять платежами и формировать персонализированные отчеты. Сезон охоты на пернатую дичь откроется 13 августа. Разрешены как ружейные, так и безоружейные способы, но только в светлое время суток. В списке 25 видов птиц. При любом законном нахождении в угодьях не запрещена также добыча волка и натовидной собаки, шакала, лисицы, серой вороны и сороки. С собой обязательно должна быть путевка. Белпочта предупреждает о новом виде мошенничества. Схема проста. На телефон поступает звонок. Человеку говорят, что на его имя пришла посылка с наложенным платежом. Ее нужно немедленно забрать. Отправитель, как правило, интернет-магазин. Казалось бы, все верно, но оператор почтовой связи использует другие методы работы с клиентами. Желтый уровень опасности объявлен на пятницу из-за жары. Максимальная температура воздуха достигнет плюс 33 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. МЧС призывает к осторожности вблизи водоемов, а ГАИ рекомендует отказаться от дальних поездок на авто без кондиционеров.